Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Час интервью». Я Григорий Антимоний и сегодня у нас в студии несколько необычной передачи, потому что вместо одного гостя у нас их четверо. Я их представлю. Это люди разных профессий, возрастов и объединила их любовь к театру. Я буду представлять справа налево. Это Ира Черная. Многие наши зрители ее помнят. Она была в нашей передаче 3 года назад. Это Михаил Носовский и Марат и Вероника Ресины. Папа и дочь. Мы собрались здесь по случаю выхода спектакля, в котором вы все участвуете. Называется он «Законы простейших». Я думаю, мы поговорим об этом спектакле чуть позднее. Пока, наверное, есть смысл, чтобы вы, каждый, представились в нашей аудитории и немного о себе рассказали. Юра, начнем к тебе. Наверное, такие самые важные моменты в моей жизни – это то, что я бывшая балерина. Уже бывшая, но балерина. Я пою, я пишу музыку, я пишу стихи, я преподаю балет и преподаю разные виды направления танца. Я мама, я женщина. Замечательная мама троих детей. Спасибо. Михаил. Я полюбил театр случайно, благодаря папе, когда я вернулся после армии в Минске, без всякого представления, чем заниматься. Он на меня внимательно посмотрел, сказал, что ты отказался быть врачом, как я тебе советовал, осталось только одно. Вот тебе объявление в газете, набор в театральную студию, иди попробуй. Это было в 1983 году. Я туда пришел, думаю, что с треском провалился, потому что на предложение что-то почитать ничего не вспомнил, кроме армейских анекдотов. Мне дали некий текст. Прочитав этот текст, я понял, что театр – это не то место, где я хочу проводить время, и тем более жизнь. В негодовании я кое-как прочитал несколько предложений и, хлопнув в дверь, ушел. Меня догнали, вернули, сказали, что было все хорошо, продолжи, пожалуйста, читать. Я еще больше накалился, потому что подумал, что над мной издеваются. Текст был что-то примерно… Пища – тема серьезная. И какой-то шел бред по поводу каких-то тарелок, каких-то ножек, что-то там и вилки, что-то падало, что-то там зарезали, съели невкусно. Сидело двое или трое человек за столом. Почему-то они прямо надрывались от смеха. Я все это воспринял на свой счет. И как, в принципе, согласился остаться там, не знаю. Руководил студией тогда, сейчас он уже известный человек в Беларуси – Витас Григалюнос. С этого началась моя театральная карьера. Потом были многие интересные встречи, которые, естественно, наложили опечаток. Отпечатались на мне. Хотя я уже собирался с этим окончательно закончить, потому что это очень тяжело. Может быть, мы будем об этом говорить. Но если актеры не отдают этому ремеслу много часов в день, оно не становится, оно не перерастает из ремесла, не перерастает во что-то другое, остается на уровне, в общем, такого достаточно слабого зрелища. Поэтому стал вопрос, как же соединить вот такой тяжелый труд с, в общем-то, с каким-то насущным хлебом, с какой-то другой работой, которую должна прокормить это хобби. Вопрос так и повис в воздухе, потому что до сих пор все настолько тяжело, что, в принципе, все свободное время от основной работы, которая кормит меня в жизни, приходится отдавать. А что это за работа? Среди многих профессий, которые пришлось осваивать, сейчас это компьютерное дело. Это базы данных. Если уж совсем точнее. Это была геология, это был водитель, это был художник-оформитель, это был спасатель в бассейне. Я сейчас не припомню всех. А вы когда-нибудь спасли кого-нибудь? Вы знаете, дело в том, что вот когда я на этом курсе занимался, спасателей в бассейне, это было в Израиле. Я думал, что я умею плавать, но казалось, что надо плавать очень хорошо. И три недели мы плавали, я не знаю, по сколько часов. Еще как-то я втянулся, а вот когда нужно было вытаскивать из воды человека на зачет в конце этого курса, он весил примерно в три раза больше, чем я. Он, негодяя, лежал на спине и даже не хотел помочь ни ногой, ни рукой. Я ему шептал в ухо. Хоть чуть-чуть шевельни ластой. Но он говорит, нет, нет, не положено. Ты должен меня вытащить. В общем, когда я его выволок на берег бассейна, я его хотел назад столкнуть уже по-серьезному. Вы знаете, в каждый момент было настолько интересно, например, я написал рассказ и подписывал какие-то вещи для того, чтобы не забыть эти воспоминания. Друзья иногда просят почитать. Вот один раз рассказов был как раз про бассейн. Потому что я сидел в окошке, я, кроме того, еще и подрабатывал кассиром. И вот я через окошко смотрел на людей, которые приходили в бассейн. И каждый со своей, конечно, характерностью просовывал. Тогда еще надо было отдавать кассиру эти абонементики. И я написал об этом рассказ. Поэтому я довольно долго продержался на этой работе. Там было очень интересно просто, как люди живут, так они и плавают, наверное. Но все-таки как вы пришли к режиссуре? Есть в Торонто несколько русскоязычных школ. Одна из школ – это почемучка. В почемучке есть уроки драмы. И вот мы, когда приехали, отдали свою младшую дочку в эту почемучку. Она сыграла один спектакль. Дедушка ее из Израиля приехал к ней на спектакль посмотреть, как все происходит. И шумно стал восхищаться в зале. Какая она молодец. Конечно же, потомственная актриса. Режиссер этого спектакля, Саша Вельма, который поставил это, услышала. Сказала, как, а почему я ничего не знаю? А кто у нас, почему она потомственная? Кто у нас в семье актер? Представили. Она попросила прийти, что-то показать, что-то рассказать. Я сказал, что я, в общем-то, уже мало что помню. За один раз все смогу рассказать. Каждый простейший знает только свою клетку. И его не волнует, что происходит в клетке, где обитает его сосед. Первое правило простейших – мой дом, моя клетка. Нападение – это единственный случай, когда одноклеточные объединяются. Для того, чтобы одолеть многоклеточного врага. Тут вступает в силу второе правило простейших. Много одноклеточных сильнее одного многоклеточного. Конечно, можно было бы объединиться на какой-нибудь другой основе. Например, основе любви. Но у простейших нет любви. Даже потомство они производят без любви. Третье правило простейших гласит, для того, чтобы род выжил, он должен не объединяться, а разделяться, а разделяться. И они делятся. Каждый сам по себе. И каждый сам по себе производит потомство. Родители не умирают. Они просто переходят в детей. Дети тоже не умирают. Они переходят во внуков. Четвертое правило простейших гласит, простейший не смертен. Для того, чтобы он выжил, он должен света, слепо верить в то, что тело его бессмертно. Именно тело, а не душа. Потому что не может в такой маленькой клетке поместиться и тело, и душа. Так и получилось. Я пришел, все рассказал. Мы весело провели какие-то уроки, посмеялись. Все было прекрасно. И я сказал, что спасибо большое. Я все, что мог, рассказал и ушел. И после этого меня попросили еще прийти. И еще прийти, и еще прийти. И так вот как-то я никак не мог опять закончить. И так это переросло в то, что меня взяли туда преподавателя драмы. В эту почемочку. И так я проходил несколько лет. За это время мы поставили несколько спектаклей с Сашей. Потом Саша решила, какое-то там было изменение в ее жизни. В общем, я остался с теми ребятами один на один. И поставил с ним первый спектакль. Ну а вот за первым уже пошло и второй, и третий. И вот это наша шестая, наверное, работа. На каком-то этапе один из актеров придумал название. Нос. Театр Нос. Театр-студия Нос. Почему Нос? Потому что все любили Гогеля. Потому что что-то было в нашем подходе, в характерности. Вообще просто нос – это как вместо того, чтобы называть маска, как во многих местах. Это что-то символ какой-то. Выдающаяся часть лица, которая очень характеризует характер. Плюс масса шуток с ним связана. Несуй свой нос, не свое дело, да, и так далее. В общем, всем понравилось. Поэтому так это название и закрепилось. Жена моя предупреждала, что мне придется все время отбиваться от вопроса, почему же Нос, почему как ты назвал, как ты вообще нескромно так назвал. Но я всем всегда объясняю, что это не мое название, не я назвал. И то, что Носовский – это просто вот случайное совпадение. Поэтому если кто-то продолжит под этим театральным именем дальше, то будет все то же самое. Понятно, понятно. Марат. Вы один из, ну, не только участников этого спектакля, о котором мы еще будем говорить, но и, в общем, человек, который приложил руку вообще к созданию студии «Студии Нос», в котором, собственно, все это происходит. Нет, никоим образом. Абсолютно не так. К чему я приложил руку? Это к созданию театрального зала в нашем акселераторе, который называется «Студия Н». Это вот такое замечательное помещение. То есть «Студия Н» и «Нос» – это совершенно случайное тоже совпадение? Да, но это даже и не совпадение, потому что «Студия Н» – это помещение, это как вот театральное помещение. Понятно. То есть в этом помещении может происходить все, что угодно. Конечно, там и происходит. Да, гости какие-нибудь там показывают, кино там или что-то. Конечно, да. Вот это здание – все это наш бизнес-акселератор, в котором есть разного вида предприятия. В том числе вот было очень важно сделать театральное такое помещение. И в этой студии разные театральные группы имеют возможность представлять зрителям свою работу. Ну, хорошо. Тогда немножко о себе. Ну, я бизнесмен, я профессор экономики, я директор Юрского института развития и предпринимательства, что к сегодняшнему разговору, наверное, имеет определенные отношения, может, и имеет, но не очень сильно. А что касается театра, то театр в мою жизнь вошел с самого начала, потому что мои родители старались водить меня в театр как можно чаще и прививали во мне любовь. И я, ну вот в прямом смысле, что называется, молоком матери впитал с детства, что театр — это такое специальное культовое место, где хорошо, где глубоко, где интересно, где умно, и где собираются интеллигентные люди, с которыми приятно. Эту тягу мне передали, и вот это было очень важно. И, конечно, именно в качестве зрителя. Даже я хочу сказать, что вот моя горячо любимая тетушка, Элина Мироновна Велеговская, которая была, ну, с заядлым театралом, и которая чаще всего бы входила со мной в театр, она под конец своей жизни говорила, этот разговор тоже очень сильно повлиял на меня. Она довольно рано ушла, но она говорила, что вот я уже почти не вижу, я уже почти не хожу, и я вот думаю, что меня держит в этой жизни еще. И я себе отвечаю — это театр. То есть она слушала театральные передачи по радио, она вообще очень была вовлечена, она была знакома с многими людьми из этого мира и так далее. И для меня это очень яркая картина моего детства, которая в каком-то смысле определила тоже мой взгляд. И в том числе в будущем, когда у нас появились дети свои, мы всегда тоже старались вводить их в театр. И даже стали сами ставить театральные всякие, театральные спектакли. Собирали... В семье? Да, дома у нас, дома. Собирали детей-соседи и ставили спектакли. На Новый год всегда. И это замечательная традиция в нашей семье жива. Мы каждый год, 1 января, в 7 часов вечера ставим спектакль вместе с нашими детьми, вместе с детьми наших друзей, соседей. И так вот это и прижилось. И уже нам соседи говорили, когда же, что же будет в следующий раз. И дети стали тоже в этом жить. И я очень рад, что наша старшая дочь Вероника выбрала театр своей профессией, своей судьбой. Очень часто люди говорят мне, как же ты позволил, как же она будет, как же она выживет с этой профессией и так далее. Я считаю, что все будет хорошо. Я считаю, что театр — это важно. Я считаю, что люди приходят в этот мир для того, чтобы сделать его лучше. И театр — это один из самых эффективных инструментов для этого. И я буду счастлив, если мой ребенок будет успешен на этой попу. Вероника? Да, мне кажется, что так про меня все рассказали красочно. Да, как бы не подвести. Да, действительно, когда мне было 8 лет, мы начали ставить спектакли в гостиной, куда приглашали наших друзей. Мы жили в поселке, и каждый под Новый год я рисовала большой плакат. Мы вывешивали его на забор, и на котором было написано, что «Внимание, внимание!» 1 января в 7 часов вечера в этом доме состоится спектакль. И все знали, что в этом доме есть дети, и я самая старшая из всех детей в нашей семье. И мне всегда было интересно заводить какие-то игры, начинать придумывать какие-то истории и собирать всех детей из поселка, в котором мы живем. И, конечно, вот эти спектакли, которые мы ставили в нашей гостиной, они для меня значили просто веселье какое-то, радость. Мы с моими друзьями имели возможность собраться вместе и сделать что-то здоровское, что подарит радости другим людям в поселке. А ты помнишь свою первую роль? Первую роль мы ставили... Что мы ставили? 12 месяцев. А, мы ставили 12 месяцев, и что я играла? Я играла «Волка», мне кажется. Я помню, как я ходила, выла там. Я много ролей в каждом спектакле играла, потому что людей было мало, и я помню, как у нас сценарий всегда был развешан за кулисами, потому что, ну так как сейчас, когда я должна выученный текст уже, естественно, иметь к началу спектакля, такого тогда не было. Если кто-то что-то забыл, нужно было импровизировать. В общем, это было такое... То, что дарило мне и моим друзьям счастье. И оно так и осталось. Вот это вот чувство счастья, которое ты получаешь, когда выходишь на сцену и знаешь, что люди туда пришли с тобой... Зачем-то же они туда пришли. И вот вместе с людьми, которые приходили к нам в гостиную, которых становилось каждым годом все больше и больше, мне вот это вот чувство очень нравилось. И потом, когда мы приехали сюда, я очень потерялась, потому что язык другой, и я чувствовала, что я не могу быть собой, что вот та я, которую я помню из Москвы, как-то не имеет места быть здесь. И я пошла тоже учиться театру на русском языке, просто потому что мне хотелось как-то проявиться. А где ты училась на русском языке? Сначала я пошла в ту же самую почемучку, и там прозанималась несколько лет. А потом, по окончанию школы, я поступила в университет Торонто, и сейчас я студентка университета Торонто на двух факультетах — философия и театр. На каком курсе? На третьем. И я буквально каждый день себя проверяю, задаю себе этот вопрос, ну, действительно ли это твое дело? Потому что кажется, что, ну, обычно человек, который идет в театр, не бывает такого, чтобы родители были согласны. И как же так? Может быть, это тебя родители подтолкнули? И я себя постоянно как-то задаю себе этот вопрос, и волей-неволей каждый раз прихожу к ответу, что это самое большое счастье, которое есть в моей жизни. Я преподаю театр, преподаю балет, и все, что связано со сценой, мне это очень интересно. И поэтому я продолжаю этим заниматься. У тебя нет сомнений, вот о которых говорил твой папа? Ну, обычно родители хотят дать какую-то профессию, чтобы что-то было в руках, да? В общем, это нечто все-таки театр, это такое нечто эфемерное, да? Я имею в виду просто жить, зарабатывать, да? Тебя не смущает вот сложности, которые с этим связаны? В какой-то период моей жизни я находилась в такой стадии, когда я говорила «да» всем предложениям, какие поступали в мою сторону. И это был конец школы, когда я вдруг поняла, что я преподаю в трех разных школах, играю в спектаклях и в университете, и вне университета. В тот момент мы повстречались с Михаилом, с Мишей, что было очень здорово. И я очень благодарна судьбе, что это у меня произошло в моей жизни, потому что это был кардинальный поворот. И это мне дало, на самом деле, такую веру в то, что вот это все не зря. Я поняла, что если я чего-то хочу, если я готова всю себя отдать для того, чтобы что-то принести людям, для того, чтобы найти какие-то новые навыки или использовать те навыки, которые у меня уже есть, для того, чтобы что-то дать людям или что-то создать вместе с людьми. Это все возможно. И люди хотят работать с теми людьми, которые хотят что-то делать. И поэтому вот такая вот какая-то энергия, что в университете, в университете Торонто, что здесь, в Торнхилле, ну, как бы на севере, где, кажется, ничего вроде не происходит, моя жизнь бурлит просто. И мне кажется, что так оно и дальше пойдет, если я не буду опускать руки. Жирафа выше всех на десять голов, а язык у нее целых полметра. Вот бы поговорить с таким языком. Но никто не умеет так молчать, как жираф. Даже моробушки. И те что-то там щебечут. Даже кузнечики что-то стрекочут. А жирафа молчит. Может, потому что она выше всех на десять голов? Или, может, она боится уронить свое достоинство? Шутка ли сказать с такой высоты? Трудно сказать, почему жирафа молчит. Почему, даже умирая, она не крикнет о помощи? Даже львы кричат о помощи. Даже тигры кричат о помощи. Все на свете кричат о помощи. А жирафа молчит. Может, потому мы ее и называем жирафой. Что означает милой. Часто милыми мы называем тех, кто молчит. Кто даже, имея очень длинный язык, Хорошо умеет держать его за зубами. Жирафа выше всех на десять голов. А язык у нее Целых полметра. Мы, собственно, собрались здесь для того, чтобы поговорить о вашем последнем спектакле. Это спектакль по произведению Феликса Кривина. И я должен сказать, что меня это очень удивило. Откуда появился Кривин? В каком-то смысле, я должен сказать, я вам благодарен. Потому что, знаете, я его забыл. Просто вот забыл. Когда-то он играл довольно существенную роль в жизни моей. Да и, наверное, как у всех интеллигентных, считающих себя таковыми людей. Всегда его книжки стояли. Знаешь, что он живет в Ужгороде. Как вообще возникла идея Кривини? Тот же папа, который направил меня в театральную студию, был очень сильный рассказчик, прежде всего. Поэтому, когда мы попадали куда-то в гости, обычно вокруг него собирались, все гости собирались в итоге вокруг него. И он рассказывал своим низким, бархатным таким баритоном. И часто он рассказывал Кривину. То есть я помню довольно с ранних лет. Например, этот рассказ могут помнить все. Он называется, по-моему, «Тень». Фонарь был первым парнем на перекрестке. К нему тянулись провода. Тонкие белые акации весело купались в его свете. Прохожие почтительно сторонились проходимыми него. Но он ничего этого не замечал. Фонарь смотрел вверх на звезды, которые иногда заглядывали к нему на огонек. Эти слова, эти строчки я помню лет, наверное, с 12. Плюс у нас стояло несколько книг его. Я хорошо эти знал рассказы, но никогда я не знал, как к ним подступиться. Пока какая-то идея. Когда долго думаешь на какую-то тему, вдруг это еще совпало, наверное, знаете, с ощущением времени, в котором мы живем. Потому что сейчас мы живем в очень интересное время. Может быть, каждое время чем-то интересно. Наши интересны тем, что это, мне кажется, смена цивилизаций. И поэтому в момент, когда меняется что-то глобальное, не обязательно на лучшее, но тем не менее ты в этом потоке, вдруг всплывают какие-то лица, какие-то характеры, какие-то позиции по отношению к жизни. И мне представилось, что вот эта череда его рассказов, его, если сделать это как бы с созидательной стороны и с разрушающей, вот столкнуть эти две стороны, один мир новый, другой мир старый, и какой-то провести сквозь них образ, взять один из этих образов и дать ему возможность меняться, то есть принимать позицию старого и нового мира и в итоге сделать вывод, кем ты хочешь остаться. Вот мне показалась такая идея заслуживающего внимания, потому что сами по себе рассказы прекрасные, прочитать их можно изумительно. Но для чего? Если просто эта чтецкая программа, у нее было мало, поскольку давно театральные корни уже укрепились, мне хотелось это сделать именно в театральной форме. Плюс они очень музыкальные, эти рассказы, и хотелось сделать это с музыкой. Это была отдельная, конечно, проблема, потому что мы пробовали с профессиональными музыкантами это сделать, и какие-то вещи получались, но выяснилось, что музыканты должны быть, во-первых, все время как бы быть там просто, а во-вторых, они должны быть определенные какой-то навыками обладать. Вот, например, как музыканты Елены Камбровой, вот она читает, и они просто живут с ней вместе, одним дыханием. Было бы понятно, чтобы мы все задышали одним дыханием, мы там должны поселиться, оставить основные работы, что, в общем, невозможно. Поэтому надо было найти те кусочки, которые отвечали бы задачи характера. Они должны были быть не вразрез, а должны были помогать, вот сказать то, что в этом рассказе мы увидели. Извините, Михаил, вот, знаете, вот, когда я узнал об этом спектакле и готовился к нашей сегодняшней встрече, вспоминая вот эти миниатюры кривинские, я вдруг понял одну вещь, что, если говорить о каком-то театральном воплощении, то есть очень серьезный соблазн уйти в иллюстративность, да, потому что они хороши сами по себе. И вот просто начинать иллюстрировать их, вот у вас не было такой опасности? — Нет, опасности не было. Было как бы с самого начала понятно, что иллюстрировать их не получится. Потому что вот поскольку это самодостаточные тексты, их ничего не надо с ними делать, их надо просто прочитать. Лучше про себя. Вот. Но поскольку в этих рассказах есть очень конкретная позиция, не знаю, автора ли, но позиция та, которую мы увидели в конкретном персонаже, да, она была настолько, она настолько давлела над всем остальным, вот эта позиция мира, что все остальное просто нужно было говорить языком. А слова, слова прекрасные, прекрасные, но какие бы ни были слова, если ты понимаешь, если ты негодяй, то ты будешь все видеть через атуризму. Если ты человек, который хочет что-то отдать миру, вот видели глаза Ники, да, вот. Ну там, чтобы она не говорила, неважно, глаза на том же месте, и как бы эмоция та же, и поэтому там нужно подложить текст, текст хороший. Поэтому тут все совпало. Вот поэтому этой как раз опасности не было. Ну, если где-то мы чего-то пережимали, значит, убирали лишнее, нужно было только четко владеть характером. Потому что мы проиграли эти рассказы. Мы их не прочитали, а мы высказали позицию по поводу мира от лица того или иного персонажа. Потому что все рассказы, они так или иначе, ну, почти все через животных. Юра, а что ты делаешь в этом спектакле? А я не говорю. Я говорю телом. Я говорю через тело. Я танцую, и я как будто бы отображаю происходящее через душу, через пластику. Именно тело. Не поешь? Я пою, я пою. Я исполняю одну песню очень красивую. Это колыбельная песня, которая называется «The Golden Power». Это очень такая теплая, красивая колыбельная на Идыше. И эта песня происходит в очень красивой мезонсцене, когда я так чувствую, что девушка хочет отдать тепло и свою грусть, и обратиться. Там происходит как бы контакт с персонажем, который вот сегодня его нету с нами. обратиться к нему и, в общем, как бы дать ему тепло, оплакать его, может быть, в какой-то степени. — Твой первый опыт в встрече с драматическим искусством? — Знаете, я с детства, на самом деле, представляла себя именно как актрису, не как балерину. И мне всегда говорили, ну, Юра, тебе надо быть в театре, тебе надо играть, тебе надо именно играть, не танцевать и не петь, потому что, ну, я могу делать много чего, да. То есть я знаю, что это мой божий дар, это как бы передавать какую-то роль, какую-то эмоцию. Я это безумно люблю, я просто действительно дышу, дышу сценой. Этот спектакль мне очень нравится, и мне он нравится тем, что я раскрываюсь полностью. Вот я каждый спектакль, мы играем, я испытываю такое ощущение, вот я в нем живу, я все время разная, и у меня есть какая-то свобода прочувствовать каждый раз что-то по-своему, и немножечко, может быть, по-другому, и увидеть одну и ту же, как бы, мизансцену чуть-чуть по-другому. То есть это действительно очень интересно, то, что происходит на сцене. Спектакль очень яркий, мне кажется. — А что для тебя было самым сложным в работе над этим? — Сложно не было. — Вообще ничего не было? — Потому что для меня всегда любой спектакль, это несложно, это даже если сложно, то это суперздорово, да, то есть для меня нет сложности играть, для меня сложность, может быть, есть найти для этого время, найти возможность приехать, потратить вечер, потому что другие дела, наш поседневный быт, здесь, в Канаде особенно, он, конечно, не дает возможности посвятиться, как бы, действительно посвятить себя театру. Сложности нет. Это удовольствие, это бесконечное удовольствие пробовать себя, искать, слушать режиссера, слушать ребят на сцене, видеть, открывать для себя их работу тоже. То есть я, например, очень благодарна, что вот этот спектакль дал нам возможность познакомиться, да, потому что иначе мы бы совершенно... Это как раз то, о чем Марат говорил вначале, о театре, как о форме объединения одинаково думающих, мыслящих людей. Да, потому что, действительно, каждому из нас есть что сказать, и я вот искренне говорю, что это люди, у которых большой потенциал и талант, и желание давать, и это очень здорово. И я думаю, что студия, театр будет жить, и ребята достойны будущего и развития. Марат, а для вас вообще имя Феликс Кривен что-то значило? Очень много я с детства. У меня, как вы правильно сказали, у меня точно так же его несколько книжек стояли всегда на полке на видном месте, даже лицевой стороной повернуто в книжном шкафу. И поэтому, поэтому-то, когда я узнал, что Михаил собирается ставить спектакль, я очень стал попросить меня хоть как-нибудь, хоть где-нибудь, хоть поддержать что-нибудь в этом спектакле или что-то, вот именно поучаствовать, потому что я очень люблю Кривина и его произведения. И когда мы первый раз встретились, это обсуждаем, мы стали друг другу читать какие-то отрывки из Кривина. И вот, опять же, наверное, не одинаково думающие люди собираются, а люди, у которых есть ощущение, что они из одной коробочки. Вот это вот замечательное ощущение, что из одной коробочки оно возникло. И, конечно, для меня это очень интересно все, ведь все вот эти замечательные люди, которые участвуют в этом спектакле, они в каком-то смысле профессионалы, а я совсем нет, я зритель, я профессиональный зритель. Вот мне тоже позволили что-то сделать. Для меня главный страх это не испортить, чтобы хоть как-то соответствовать тому, что... А вот в текстах Кривина что для вас самое важное, самое привлекательное? Я просто скажу, вот для меня парадоксальность, вот эти вот игры со словом, вот в его миниатюрах, меня всегда это привлекало больше всего. Вы знаете, вот эта игра со словом, она очень красивая, конечно, и я получаю большое удовольствие от того, как я это вижу, но для меня это, пожалуй, не самое главное. Я считаю, что все его миниатюры, они очень глубоко философские, и эта философия мне глубоко близка. У морской звезды нет головы, поэтому над жизнью она не слишком задумывается. Отчего море синее, отчего вода мокрая, эти вопросы я не волнуют? А вот желудок морская звезда имеет, причем отличный желудок, такой желудок, который может сам себя прокормить. Морской звезде достаточно бросить его на проплывающие мимо продукты, он куховарит там, переваривает. Это очень удобно, когда кухня отдельно. Отличный желудок у морской звезды, он переваривает даже морского ежа, пробираясь на него сквозь иголки. А головы у морской звезды нет, пять печени у нее, пять щупалец, пять жабер, пять глаз, и отдельная кухня. А головы нет, никакие высли не приходите в голову. И ни о чем у нее не болит голова. А когда ей мешает какая-нибудь деталь, она просто отбрасывает ее как что-то ненужное. И из этой детали, даже самой маленькой, вырастает целая морская звезда. Новая морская звезда во втором поколении. И у этой новой морской звезды пять печеней, пять щупалец, пять жабер, пять глаз, и отдельная кухня. А головы нет, и ни о чем у нее не болит голова. И соседи морской звезды живут надеждой. Может, у нее отрастет голова, и она одумается, но голова не отрастает. Все отрастает, а голова нет, и нечем одуматься морской звезде, нечем даже задуматься. Такие вещи, как, не знаю, интеллигентность, это ведь, в первую очередь, не уровень образования, правда? Это какая-то... Да, это какая-то система ценностей, какое-то вот стержень, какая-то вот... Именно внутренняя, да, вот внутренний мир, парадигмы такие, они передаются ученичеством. Их очень трудно написать пособие, в котором вот делай раз, делай два и так далее. Вот научить этому невозможно, кроме как через ученичество. И поэтому я считаю, что вот такого рода вещи, такого рода спектакли, и когда люди приходят на них, это очень важно. Вероника, а кого ты играешь в этом спектакле? В этом спектакле есть... Вот Миша разделил монологи на... на такие, может быть, светлые, тянущиеся к чему-то... к какому-то высшему миру. Ну, может быть, что-то не только материальное, не только... Вот мне сегодня нужно позавтракать, поспать, прийти с работы, погладить кота. Ну, нет, погладить кота — это уже... тоже другое. Вот я играю положительный монолог. Мой костюм белый. Я читаю монологи о том, о каких-то хороших качествах человека, о том, может быть, к чему стоит стремиться, что стоит в себе найти. Страус — птица. Но рычать он умеет, как лев, а бегать, как самая быстрая антилопа. страус. И еще он может очень долго сидеть без воды, как верблюд. Страус многое может, чего не может никакая из птиц. Но летать он не может, как птица. Конечно, если бы он летал, ему не пришлось бы сидеть без воды, рычать, бегать. Он мог бы не притворяться ни верблюдом, ни антилопой, ни львом. Он мог бы быть самим собой. Я хотел бы буквально несколько слов с каждым из вас, особенно, может быть, с Михаилом, поговорить на тему соотношения любительского и профессионального. Такая очень сложная и неоднозначная тема, особенно, когда говорим о театре. Вообще, мне не нравится слово самодеятельное, а вот любительские, еще до революции были любительские театры, и, в общем, это все было достаточно интересно. А вот вы какую-нибудь разницу между любителями и профессионалами чувствуете, если да, то в чем? Вопрос хороший, вопрос правильный, на который все время приходится давать ответ. Но любительский театр от слова «любить». Мы стараемся именно основываться на этом корне. Поэтому все те, кто действительно любят то, что они делают, как правило, и отдавая тогда достаточно времени и сил, делают это профессионально. Если мы не понимаем под словом профессионализм получение денег, то все остальное профессионально. Потому что он любительский только в смысле того, что мы не получаем за это деньги. как актер. Есть же такое понятие, как театральное образование, когда закладывается определенная база и технических приемов, и в общем движения, речи. Мы знаем массу примеров. Во-первых, я бы все-таки проходил и движения, и речи. Но когда у меня был на каком-то этапе какой-то комплекс такой, что я, в общем, не закончил никакой известный вуз, Валентин Николин меня успокоил. Он сказал, что у тебя здесь все хорошо. Ты чувствуешь? Делай. Поэтому если отбросить вот эту как бы предвзятость такую, плюс мы знаем массу актеров, которые, тот же, например, Герт, как он начинал и как он долго достаточно... Да, знаем, конечно, вот, скажем, если вспомнить эту историю театра-студии МГУ, который еще начинал с Марком Розовским когда-то, и откуда вышли и Савина, и Алладимидова, Форода, Семенов, в общем, они не имели тогда специального... Для меня на каком-то этапе перестал существовать, этот вопрос перестал меня мучить не только по отношению к себе, но и по отношению к другим, потому что выяснилось, что профессиональные спектакли с непрофессиональными людьми делать можно, просто на это уходит дольше, много времени, очень много времени иногда. отчасти, потому что мы все работаем в основную часть дня в другом месте. Но если встречается, конечно, вот такой артист, как Ира, там сложность совершенно другого порядка, там сложность не у нее, там сложность у меня, потому что мне нужно точно поставить задачу, потому что вот как, какую задачу я поставлю, такая будет сделана работа, плюс может быть еще чуть-чуть от себя добавлена. Но если я поставлю ее неправильно, значит это будет красиво, но совсем не туда. Я хотел бы, может быть, в одном с вами не согласиться. Мне не очень нравится, я считаю, что это довольно искусственная штука, противопоставление делать за деньги и делать, в общем, ради удовольствия, потому что с моей точки зрения, может быть, я ошибаюсь, но с моей точки зрения профессионализм как раз заключается в том, чтобы заниматься любимым делом и быть за это достойно вознагражденным. Вот сочетание этих двух моментов является профессионализмом. Вот как Жванецкий говорил, что такое самодеятельность, это значит петь в пустом зале какого-то в общем клуба, да, вот это самодеятельность. Ты там может сидеть там много людей, но вот, Марат, вы как к этому относитесь, к соотношению любителей и профессионалов? Во-первых, я с вами абсолютно согласен, как экономист, я просто не могу быть с этим не согласен. Вообще, конечно, потребитель голосует своим долларом со своими ногами, что он пришел за то, что... Извиняюсь, я перебью просто на секунду, я вспоминаю, вот 80-е годы в Москве, конец, когда появилось большое количество студий новых самодеятельных театров, туда же ломились люди, я прекрасно помню. И сейчас ломится, я бываю в Москве. В принципе, мы недавно приехали в Торонто, ну, относительно недавно, 7 лет назад, и вот для меня это была проблема, что я думал, что вот мы сюда приехали и теперь мы будем оторваны от этого театрального мира Москвы, где мы жили всегда. И когда первый раз мне пришлось попасть на спектакль, который поставил Миша, я с почему-то удивлением для себя увидел, боже мой, но это же, это же действительно серьезное, серьезное произведение, а не там уровня, которого я ожидал, и мне стало очень интересно. Поэтому, когда в будущем возникла возможность как-то сотрудничать, то для меня это было очень важно. И, конечно, мы постараемся все вместе, чтобы это было профессионально во всех смыслах этого слова. И, естественно, само собой разумеется, что в первую очередь это идет от души, от сердца и так далее, но это должно быть поставлено на серьезную основу для того, чтобы люди имели возможность там работать и отдавать свое время этому в таком количестве, в таком количестве, это нужно. И в этом смысле нам тут нужна помощь всех. Ну, если говорить о вашем отношении к оценкам зрительским, вас не смущает, что здесь могут быть такие, такой подход, ну, вроде это наши, там, свои, доморощенные, ну, вот они вот, ну, сделали вот так вот, да, ну, не будем уж мы слишком строгими к ним, да, все-таки это вот, все-таки это же не настоящий театр. Вас это никак не смущает? Это не смущает, хотя эта проблема есть, а не смущает, потому что с любой проблемой нужно заниматься, ее решать, вот и все. Вот прошлый раз, когда этот спектакль был, где-то в фейсбуке написал один человек, что, что это я пойду, я не готов опуститься до сельских клубов. Я ему на это ответил, что давай я тебе куплю билет, ты придешь, посмотришь, и если вдруг окажется, что это не сельский клуб, тогда ты будешь очень важным свидетелем того, что это не так. На самом деле, очень важно слышать отлики людей, которые говорят, что это действительно высокого уровня произведения, вполне соизмеримое с теми спектаклями, которые приезжают из России, из Москвы, я считаю. Здесь много возможностей для того, чтобы сделать это тоже по-настоящему. Вообще, в целом, если мы говорим о любом виде деятельности здесь в эмиграции, когда люди приезжают в Канаду и пытаются сделать какой-то бизнес, почему-то принято делать его на низком уровне. У меня один раз была очень интересная разговорка. Мне после лекции подошла женщина и говорит, я не понимаю, ты недавно приехал в Канаду и ты здесь делаешь все, что хочешь? Ну, конечно, я делаю все, что хочу, потому что я не начинаю дело с того, чтобы прыгнуть в голову. Я вижу его целиком и делаю то, как надо. Честно и хорошо, с привлечением специалистов, которым стараюсь хорошо платить, чтобы они тоже могли тратить свое время. И так все и получается. Так и здесь. Я не был на вашем спектакле, но люди, которым я, вкусу которых я доверяю, сказали, что это, в общем, действительно, это здорово, это по-настоящему, это стоит смотреть. Хотя в интернете я нашел и резко отрицательные отзывы о вашем спектакле. В основном говорят, если хотите, я могу что-то даже сказать. Конечно, очень интересно. Да. Спектакль скучнейший, не стоит наставлять взрослых людей, какими им быть. Ну, это уже такое чисто философское. Значит, талантливые ребята, а спектакль неинтересный. Спектакль потрясающий, держит все время в напряжении. Настоящее театральное действие. Ну, это естественно, да, что разные мнения. И это хорошо, что кому-то не нравится, он об этом говорит. Я так думаю. Конечно, совершенно замечательно. И было бы, в общем, гораздо хуже, если бы это, как я говорил вначале, говорю, ну, это наши, в общем, да, они там днем в шахте работают, а вечером, значит, вот, выходят на сцену. Люди судят строго, и это правильно. Это значит, что нужно делать по-настоящему. Но то, что кто-то говорит, что это настоящее театральное действие, это, мне кажется, самая важная награда. Сел Эмиль Ильич был бы рад. Потому что, когда ползала вставала, уходила, ползала, было в восторге, он говорил, значит, в этом что-то есть. Знаете, я предлагаю сейчас сделать такой маленький, маленький эксперимент. Вот я каждому из вас дам одну минуту, и вы, вот, обращаясь ко мне, к человеку, который не видел этого спектакля, вот найдите такие слова, чтобы я туда пошел. Хорошо? Давайте попробуем. Ну, с тебя начнем. Этот спектакль показывает разные стороны человека. И стороны человека, которые тянутся к чему-то повседневному, материальному, что есть у каждого в этой жизни. И с той же стороны, и с другой стороны, то, что что-то красивое, что-то, к чему хочется тянуться, что-то необычное, философское, возвышенное. И поэтому каждый человек, мне кажется, хочет достичь какой-то гармонии, увидев и ту, и другую сторону, имеет возможность выбрать. А для меня это и есть, что значит, то, что значит быть человеком. Возможность выбора. Так приходите и сделайте свой выбор. Марат, этот спектакль глубокий, настоящий и красивый. Он помогает человеку задуматься и помогает человеку почувствовать. А еще приносит, на мой взгляд, приносит такое замечательное ощущение, что мы вот здесь все вместе, и это здорово. Вы знаете, в мире все работает в одном биоритме, и каждое живое существо, оно на самом деле очень похоже чем-то. И в этом спектакле вы увидите действительно удивительное сходство даже с самыми млекопитающими, даже с самыми маленькими, совершенно не имеющими даже шанса видеть то, что можем видеть мы, люди. Но у нас есть очень много общего, и в этом спектакле вы это увидите. Я бы хотел, Хил, прежде чем вы скажете, я хотел бы несколько слов добавить. Вот попробуйте сказать то, что для вас представляется самым главным в этом спектакле, ну вот рассчитывая на людей, у которых там за плечами воспоминания о лучших спектаклях Москвы, Ленинграда. Вот они живут здесь, ходят на приезжих гастролеров, и, конечно, несколько свысока, может быть, даже чуть иронически относятся к тому, что могут сделать здесь наши любители, скажем так. Вот обращаясь к ним, что бы вы сказали? Мы ставим своей целью в каждом спектакле четко донести нашу свою позицию, свою эмоцию, свое мнение по какому-то вопросу. На каком-то этапе вопросы или замечания по поводу спектакля у зрителей пропали, профессиональные или нет. На каком-то этапе они говорили, смотрите, они вроде бы не профессионалы, а как мне понравился спектакль. То есть, где-то с какой-то работы я почти уже не слышу таких оценок, а оценки идут только «Боже мой, как это меня задело? Я пришла домой и я танцевала». Или «Я перечитала несколько томиков, я же забыла эти тексты, как они действительно по-новому звучат сегодня». Спектакль начинается с того, что мы говорим от имени Муравья. Муравья спросили, почему вы не носите очки? Он задумался на секунду и сказал, вы знаете, мне нужно видеть небо, солнце, эту дорогу и лица моих друзей. А мелочи меня не интересуют. И мы действительно пытаемся в каждом спектакле, особенно в этом, конечно, говорить о главном. О главном. Главное для нас, наверное, в том, что мы не выбираем, кем родиться, но мы выбираем, кем стать. И поэтому это чисто наш выбор и наша ответственность и наша обязанность ответить самому себе на этот вопрос. Мы можем стать негодяем, мы можем стать хорошим человеком, мы можем украсть, а мы можем не украсть. И это зависит только от нас. И то, в каком мире будут жить наши дети, наши внуки, зависит в том числе сегодня от нас. Когда я разговаривал с несколькими людьми после взрыва в Париже, многие из них, в принципе, продолжали жить, как будто ничего не случилось. Но это был их выбор. Это случилось далеко, это не относится ко мне. А другие переживали, это как будто отнеслось с ними. Например, помните, был фильм Тарковского, по-моему, «Жертвоприношение», когда там какая-то праздная публика гуляет по площади, разрозненная, каждый сам по себе. И тут один человек залезает на статую с канистры бензина, обливает себя и начинает кричать какие-то лозунги, против чего-то он выступает. Публика практически почти без изменений так же гуляет, кто-то приостановился, кому-то интересно, и только единственный человек, который кричал от боли внизу статуи, это был Еродивый. Тому было человеку больно, который против чего-то выступал, и тому, который сидел под статуей. Он точно так же чувствовал. Вот это вот, если есть вот это ощущение, тонкость такой кожи, это должно быть обязательно у актера, тогда профессионалом это или нет, если возвращаясь к вопросу о профессионализме, это на каком-то этапе перестает иметь вообще значение. Потому что, если ты присутствуешь в этот момент, вот сегодня, при чем-то действительно свершающемся, плюс, как, конечно, это должна быть театральная форма, но если это настоящее внутри, форма все равно не спасет, если нет содержания. Вот если нам удается это содержание донести, его иметь нужно, прежде всего, конечно, но если мы находим путь его выразить, то публика не остается равнодушным, и вот этот вопрос уходит. Во-первых, я желаю вам успеха, удачи, и я приглашаю всех, кто хочет посмотреть, кто захотел, вернее, посмотреть после нашей передачи этот спектакль, на него обязательно сходите. Вам большое спасибо за то, что вы пришли. Сегодня у нас в гостях были участники спектакля «Законы простейших» по произведению Феликса Кривина. Это Марат и Вероника Оресины, это Ира Черная и режиссер-остановщик Михаил Носовский. Всего вам доброго и до следующей субботы. 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 Субботы.